Исследовательский центр Китай и глобализация, ведущая независимая аналитическая организация в стране, отпраздновал свой 10-летний юбилей. В прошлом году он первым из китайских компаний вошел в топ-100 мировых аналитических центров по версии Университета Пенсильвании. Пенсильванские ученые ежегодно аранжируют почти 8 тысяч мозговых центров со всего мира по 30 критериям. Рейтинг составляют на основе опроса 4 тысяч журналистов, политологов и экономистов. По данным Пенсильванского университета, в США сейчас максимальное число исследовательских центров – 1872. Китай занимает второе место здесь, их более 500. Эксперты уверены, что число китайских мозговых центров будет расти. В 2012 году на экономической конференции Центрального комитета КПК генеральный секретарь Си Дзиньпин впервые предложил создать высококачественные исследовательские организации для помощи в разработке экономической политики. Год спустя третье пленарное заседание ЦК КПК 18-го созыва одобрило создание новых типов аналитических центров с китайскими характеристиками. Существующая китайская система нуждается в действительно новом механизме, новых силах для понимания, что с ней происходит. Именно здесь мозговые центры играют важную роль. Исследовательские организации последние пять лет получают больше внимания, чем когда-либо прежде в Китае. КНР развивается очень быстро. Вопросы, которые необходимо изучить, множатся по мере того, как Китай становится гораздо более сложной экономикой, гораздо более сложным обществом. И поэтому я думаю, что у правительства и международных партнеров, таких как Организации Объединенных Наций, есть большой спрос на сотрудничество области исследований и формирование финансово-экономической политики.